Всем привет! Сегодня мы с вами сравним два набора, а именно 7911 Roller Penguin и набор 7906 Low Rider Joker. На два этих набора я делал отдельный обзор, так что перед началом данного сравнения рекомендую вам их посмотреть. Данный набор мы будем сравнивать по разным параметрам, а именно цена, количество деталей, количество минифигурок, уникальность данных минифигурок, интересность постройки, ну и функциональность. Субтитры делал DimaTorzok 2911, в данном наборе присутствует 294 деталей, и его цена 29 долларов 99. Этот набор меньше, чем набор Low Rider Joker, ну и поэтому здесь детали и цена соответственно менее. Что касаемо минифигурка, то Бхэтмен здесь обычно такой встречается во всех наборах, а минифигурка малоинтересная. Но вот минифигурка пингвина уже является здесь уникальной. Конечно, подобная минифигурка была в наборе Бхэтпещер, который выходил в этой же линейке, но там было другое выражение лица. А здесь оно у нас такое разъяленное, и поэтому данная минифигурка является уникальной, что вносит плюс к этому набору за уникальность минифигурок. Да, идет набор 70-906, Low Rider Joker, этот набор уже больше, в нем 416 деталей, но соответственно цена его уже больше, 49-99 долларов. Компания Лего за него выставляет. Что касаемо минифигурок, то минифигурка Бхэтгер не уникальна, но встречается в маленьком наборе, поэтому можно приравнять ее по Бхэтмену. Но, конечно же, она все-таки более уникальна, чем Бхэтмандель, минифигурка Харли Квинт. Такая минифигурка тоже отличается, что касаемо Джокера, он встречается именно с таким же торсиком в наборе 70-922, но поскольку этот набор очень большой и дорогой, так что, по сути, такой торсик достать можно, считай, только вот в этом наборе, поэтому тут тоже можно добавить плюс за вот такого вот Джокера. Ну что, теперь давайте сравним уже сами автомобили. Начнем с вида спереди. Если мы смотрим впереди на автомобиль Джокера, то здесь мы видим вместе с номерного знака надпись Джокера, вот такая вот сетка и золотой петушок, который стоит очень неустойчивый, и при малейшем касании он у вас слетает, и вы можете его потерять. Это, естественно, добавляет минус этому автомобилю, потому что эти тари, которые отваливаются, это всегда очень плохо. Что касаемо автомобиля пингвина, здесь уже выполнено все более крепко, здесь был петушок, то есть здесь у нас нос пингвина, и он уже никуда не улетит, потому что очень хорошо фиксируется. Здесь у нас уже более аккуратный номерной знак, конечно, не с цифрами, с надписью Half-Flyer, но он выполнен уже более аккуратно, чем Джокер. Знак также имеется много фар, то есть вот такие вот две большие и четыре маленькие. И также здесь имеется пушка, из которой очень удобно стрелять. Пушки с вами рассмотрим чуть попозже. Далее идет у нас капот. Если здесь представлен просто такими сплошными линиями бесточек, то здесь уже имеются две наклеечки, то здесь уже выглядит более все аккуратно за счет вот этих вот наклеечек. И вообще сам автомобиль весь таким вытянутым и закругленным, если здесь это прямоугольник, то здесь он уже закруглен сверху и более тонкий. Здесь имеется пусковой механизм для выпущения ракет. Здесь ракеты выпускаются из капота, которые мы, кстати, с вами чуть попозже рассмотрим. Здесь у нас сбоку идут трубы за счет вот таких вот маленьких пистолетиков. Здесь же они золотые. И еще идет вот такая вот одна большая труба. Но, как по мне, здесь все опять же выглядит более аккуратным за счет вот таких вот мелких элементов. Кстати, вот это была тоже наклеечка вот таких вот изгибов. Здесь, кстати, проработана ручка, с помощью которой можно открывать автомобиль и имитация. Здесь почему-то эту ручку сместили как-то сильно правее. Это не совсем правильно. Здесь у нас имеется еще вот такое вот украшение в виде акулы, которое можно использовать в качестве оружия. В этом же наборе из оружия идет только ракеты, которые вылетают из капота, ну и биты Харли Квинн. Здесь все из-за вооружения. Давайте рассмотрим кабины автомобилей. То есть здесь у нас на всего одного пассажира, на водителя имеется руль. Вот такой вот датчик с различными данными, там, снизим, скорость и так далее. Руль черно-серый и место на одного персонажа. Здесь же, поскольку машина толще, уже можно поместить две мини-фигурки, именно Харли Квинн и Джокера. Вот видите, опять петушок этот отвалился, хотя я просто взял эту машину. Имеется даже ручка, ручник. Здесь проработана задняя часть, то есть различные всякие вот такие вот динамики. Салон оформлен в таком кожевом оттенке, то есть это, видимо, зебра была. Бардачок, то есть здесь кабина проработана значительно лучше, чем в лаурайдере. Здесь кабина проработана намного лучше, чем в машине пингвина. С этим мнением, кабина пингвина закрывается, а здесь машина открытая. И далее идет, что касаемо багажника. В обоих машинах он присутствует, но только в наборе с пингвином он выполнен куда интереснее. Оба багажника открываются вверх. И, как видите, здесь у нас имеется лодка. В этом же лаурайдере вообще ничего не имеется. То есть просто такой пустой багажник. Вот такая вот маленькая лодочка, она сделана для отступления. То есть пингвин может сесть на нее и спокойно уплыть в случае какой-то опасности. Здесь же такого не предусмотрено. И багажник довольно отместительный, что позволяет туда прятать какую-либо фигурку в данный багажник. И можно разыгрывать всякие сцены, и фигурка сюда полноценно помещается. В отличие от машины Джокера Саурайдера. Потому что здесь фигурка, естественно, сюда не влезет. Давайте уберем все обратно. Все очень просто убирается, закрывается и не видно. Что касаемо номерных знаков, здесь ха-ха, здесь опять хайфлайер, одинаковые таблички. Но здесь еще созданы вот такие вот имитации труб выхлопных. Задние фонарики, так скажем, здесь же они чуть ниже. В данной машине присутствует 6 колес. По три в каждой, два вот таких вот больших. Их у 6. Здесь 4 колеса и 5 запасное. Но главное преимущество этой машины от машины Пингвин, это то, что она может вот так вот делать. То есть всячески выбирать различный угол. То есть приседать, так скажем. Делать вот так вот, вот так. Можно вообще ее поставить на низкую посадку, как вот эта вот машина. То есть видите, да, что у них одинаковая. Теперь высота эта создается за счет вот этих вот резиночек. Которые привязываются к колесам, и колеса возвращаются в обратное положение. То есть очень интересно оформлено. И за счет того, что машина находится на более высокой посадке, мы можем, учитывая то, что LEGO это изначально как игровые наборы шли, то есть можно, допустим, эта машина в игре спокойно будет проезжать какие-то маленькие препятствия, как сейчас блокнот. То есть спокойно проезжает его и едет дальше. То вот эта вот машина Пингвина уже у нас никак не справится, и при надежде запирается своей мордой. То есть за счет вот такого вот красиво оформленного переда, и вот эта вот деталь, то не позволяет заехать наверх. То есть только мнет бумагу, хотя здесь всего лишь несколько листочков. То есть по игре вот этот вот лоурайдер оформлен лучше, ну и по сути вот эта же машина Пингвина является эксклюзивной, и просто так в магазине мало где ее можно найти, а вот эта вот машина является обычной и продается уже во многих магазинах. Я зарядил обе машины. Как я уже говорил, машина Пингвина заряжается спереди, что позволяет ему вести погоню и обстреливать противника. И, кстати, одновременно здесь вылетают все две ракеты синего цвета. Что касаемо машины Джукер, что она больше предназначена для, наоборот, ухода от погони, потому что стреляет прямо из капота, и одновременно при одном нажатии вылетает только одна. Вот эта вот ракета. Пингвина все работает просто, то есть выдвигается вот такая вот шашечка, на нее нажимаю, и одновременно вылетают две вот эти самые ракеты. А что касаемо машины Джокера Лоу Райдера, здесь выдвигают вот эти вот пельки, которые еще надо нащупать, то есть мне даже неудобно. И когда мы на них нажимаем, очень неудобно делать, вылетает одна ракета, и вот вылетает вторая. То есть по удобству использования однозначно выигрывает машина Пингвина. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось мое сравнение, и вы оцените лайком, а также подпишитесь на мой канал. Пишите в комментариях, какой из автомобилей вам понравился больше. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok